Всем привет! И давайте будем оставаться оптимистами. Вынужденный карантин это отличная возможность вернуться к работе над каким-нибудь своим заброшенным старым проектом. Или прикупить какой-нибудь новый долгострой. Это действительно недорого. Давайте попробуем убедиться в этом на примере всем знакомого Авито. Поехали! Предлагаю ориентироваться на более-менее внедорожный транспорт. В наш обзор не попадут праворульные автомобили, автомобили для тренировок, дрифт-кары и прочие пузотерки. У нас тут рейтинг для настоящих мужиков, которые любят природу и покорение стихий, не так ли? А что больше всего подходит под такой автомобиль? Правильно, всеми любимая и давно известная классическая старушка Нива. Давайте на ней остановим свой выбор. Первый вариант находится в Дмитрове и стоит всего 90 тысяч рублей. По сути, это уже изрядно тюнингованная Нива в относительно исправном состоянии. Полный список изменений автор указал в описании к объявлению. И список этот довольно порядочный. По сути, эта заготовка уже доведена до того состояния, когда нужно приложить совсем небольшие усилия для завершения проекта. Второй на сегодня незаконченный проект Нива, с которой можно ничего не делать, а сразу использовать по прямому назначению. Ездить на охоту, рыбалку и путешествовать по местам разной степени удаленности. Автомобиль находится в Саратове и стоит каких-то жалких 45 тысяч рублей. Приятно, когда человек, выкладывающий объявления в ладах со своей головой, может четко формулировать свои мысли. Вместо пересказа его слов я просто приведу скриншот с цитатой. Она абсолютно всеобъемлющая. Лично я считаю такой автомобиль отличным вложением средств в свой карантинный досуг. Да и на будущее иметь такой автомобиль совсем не будет лишним. Главное заменить позорный скотч на шноркели, на что-нибудь более надежное, например на синюю изоленту, и вперед в леса самоизолироваться. Последний на сегодня автомобиль это Нива из Набережных Челнов за 85 тысяч рублей. Автомобиль готовился для джип-спринтов. Это соревнование по пересеченной местности для внедорожников и другой полноприводной техники. Отсюда можно сделать вывод, что к Ниве при ее постройке предъявлялись повышенные требования. Из оставшихся работ – косметика, внешний вид и обслуживание ходовой части. Плюс таких автомобилей – возможность все сделать так, как нужно новому владельцу. Такая Нива, как пустой холст, бери и делай, что душе угодно. На этом на сегодня все. Если тебе понравился такой формат, поставь лайк этому видео и оставь комментарий. До новых встреч, пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok